Скверы, спортивные площадки, обновленные учреждения культуры и здравоохранения. Города восточной части округа преображаются. Летом, когда позволяет погода, активно ведутся работы по их благоустройству. Так в Лангипасе появился сквер семьи, а в Покачах скейт-парк для экстремальных видов спорта. Эти и другие объекты на минувшей неделе посетила губернатор Югры Наталья Комарова. О самых ярких моментах рабочей поездки расскажет Елена Составова. Спортивный комплекс «Сибиряк» пришел на смену старому «Арочнику» с одноименным названием. Кстати, он до сих пор действует. Там и сейчас проходят тренировки, в основном по боксу. Но, безусловно, он безнадежно устарел. Там довольно тесно и летом заниматься жарко. У нового спортивного комплекса таких проблем не будет. Новый «Сибиряк» – просторное двухэтажное здание. Общая площадь комплекса – 5700 квадратных метров. Одновременно здесь смогут находиться 250 спортсменов и 200 зрителей. Этого достаточно для города с численностью населения 18 тысяч жителей. Они с нетерпением ждут открытия нового спортивного комплекса. Так сложилось, что строящийся объект находится рядом с парком, с очень большим парком, который также наполнен различными спортивными сооружениями. И очень много жителей ходят каждый день мимо нашего объекта. И так или иначе, у нас происходят диалоги. И, конечно же, в большинстве своем люди радуются, что здесь появится возможность заниматься огромным количеством спортивных мероприятий. Комплекс включает универсальный зал для волейбола, мини-футбола, тенниса. Для юных акробатов установят батут немецкого производства и фибергласовую дорожку. Горожане смогут приходить сюда на занятия фитнесом и общей физической подготовкой. Главное, здесь будет обеспечена доступная среда для маломобильных граждан. Специальные командные раздевалки, удобства и лифты для подъема на второй этаж. Стоимость строительства 551 миллион рублей. Примечательно, что комплекс откроется на два года раньше, чем запланировали, уже в этом ноябре. Мне приятно, что у нас этот объект будет покачать. Такой, да, действительно. Самсаров, когда приехал, сказал, ну, покажи, ты маленький. Ты же не где-то всегда. То школа какая-то, то это самое. Ну, скажите, поэтому оно и так и выглядит маленькое. Все, что делаешь, выглядит очень мощно. Еще одна гордость покачей – современный скейт-парк. Его уже опробовали любители экстремальных видов спорта. Приезжали даже спортсмены из Сургута. Он состоит из 10 модулей для катания и выполнения трюков. Вокруг них установлено ограждение. А сами модули облюбовали местные стрит-арт-художники, которые украсили новый объект своими работами. Это у нас две фотозоны, как бы такие, для фотосессий, любовь и счастье. Лангипасу тоже есть чем похвастать. Здесь завершается строительство сквера семьи возле городского ЗАГСа. Зону отдыха обустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава региона отметила универсальность площадки. Здесь смогут отдохнуть и найти для себя занятия по душе люди разных поколений. А значит, сквер будут посещать семьями – дети, родители, бабушки и дедушки. В соседнем дворе по инициативе местных жителей строится воркаут-площадка. На ней уже действует несколько тренажеров для кардиотренировок и силовых упражнений. В рамках национального проекта «Культура» в городе обновили Центр культуры нефтяник. Концертный зал капитально отремонтирован. В нем появился современный светодиодный экран, установлено новое звуковое оборудование. Отремонтированы танцевальные классы, кровля здания, уличная сцена. Почему вы все работе бросили? Работы, работа. Счастливое. Отдельное внимание глава региона уделила больничному комплексу Лангипаса. В рамках нацпроекта здравоохранения здесь создается ПЦР-лаборатория. Анализы жителей Лангипаса и Покачей для диагностики коронавирусной инфекции приходится отправлять в другие города Югры. Скоро результаты смогут определять на месте. Под лабораторию переделывают отдельно стоящее одноэтажное здание. Лаборатория готова на 80%. Ее открытие запланировано на середину сентября. Также в поликлинике появилось новейшее диагностическое оборудование для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы поставить диагноз ишемическое болезнь сердца, раньше наши жители ездили в город Сургут. Конечно, мы для них создали максимально комфортные условия. Это была диагностика одного дня. Люди приезжали с утра вечером, уезжали. Сюда выезжала бригада специалистов для диагностики. Но, тем не менее, все равно это переезды, это все равно 130 километров. Сейчас это доступно здесь, в городе. Глава региона поинтересовалась, насколько востребовано новое медицинское оборудование. Медики заверили, аппараты задействованы постоянно. В Лангипасе проживает 3000 кардиологических больных. Ежегодно они проходят в больнице комплексное обследование. Теперь качество медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией значительно повысилось. О новых объектах спорта, культуры, здравоохранения в Лангипасе и Покачах рассказали Елена Составова, Евгений Лоскутников специально для программы «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова